МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бизнесменам предоставляют займы под выгодные проценты. И как ими уже воспользовались предприниматели из Ядрина и Шумерле? Расскажем об этом прямо сейчас. Медицинский туризм развивается уверенно и в районах республики. Большой спрос в этой сфере рождает немало предложений. Частный медцентр города Ядрин специализируется на самых востребованных услугах. Сюда приезжают лечиться и гости из других регионов. Развивая свое дело, главному врачу Надежде Бондаревой не раз приходилось обращаться за кредитами. Было желание хотя бы кого-то повернуть на свою услугу. Вот с этого началось. Я не ставила целью зарабатывать. Это никогда не было моей основной целью, как в творческой жизни, так и в жизни. Я всегда говорила, если пару человек в день зайдет, значит, я не умерла. Я востребована. Я могу реализовать свои возможности. Вот в 1999 году был открыт маленький массажный кабинет на базе потребительской, Ядринской потребительской кооперации. За два года жизнь показала, и дальше больше клиенты. А почему бы передо мной уже начали ставить задачи и подтолкнуть мысли, что при такой стоматологической службе мы вообще в 30 лет будем все старушками. С вашими способностями вам надо организовать стоматологическую клинику. Вот в 2002 году нами на арендуемых площадях в районе 18 квадратных метров был открыт кабинет именно по лечению зубов. Нам удалось вот с 2009 года расширить наши услуги. Второй этаж, помещение позволили устаканить такие услуги, как гинекология, офтальмология, терапия, герудотерапия с 2011 года, как ультразвуковое исследование. Чтобы оборудовать современный кабинет УЗИМИ, центру также понадобились крупные займы. В региональном агентстве поддержки малого и среднего бизнеса их предоставили под выгодные проценты. Нам удалось за оказанное доверие получить 1 миллион, и за счет собственных средств именно оборудовали, приобрели УЗИ-кабинет. Мы уже чувствовали по своей работе, что, например, гинеколог без дополнительного обследования не может правильно, точно поставить диагноз. Или он вынужден человека отправлять в другие города, люди теряются или откладывают. И качество оказываемой помощи, конечно, страдало. Сейчас еще же благодаря агентству мы уже другого класса, другого поколения УЗИ-аппарат используем в своей работе 3 года. Максимальная ставка агентства не превышает 15%. Срок до 3 лет. Ядринский филиал ОПМБ за время своей работы выдал порядка 120 займов. Агентство по поддержке малого бизнеса осуществляет выдачу микрозаймов на процентных условиях от 6 до 15% в зависимости от вида деятельности индивидуального предпринимательства. Большим спросом пользуется сфера оптово-розничной торговли. Далее сфера услуг, сельское хозяйство, на третьем месте производственный сектор. К микрозаймам от правительства проявляют интересы предприятия «Шумерли». Наше подразделение «Шумерли» открыто с июля 2013 года. За это время мы выдали более чем 290 займов на сумму 205 миллионов рублей. По производству у нас ставки льготные для поддержки. Это начиная с 8%. В городе «Шумерли» у регионального агентства появилось и немало постоянных клиентов. Этой швейной фабрике в АПМБ уже предоставили займы на ремонт цехов и закупку оборудования. Малое предприятие на протяжении 15 лет специализируется на пошиве постельного белья, курток, брюк и пальто. В основном детская одежда. Подростковые, ясельные. Сейчас, в данный момент, мы отшиваем весенние модели демисезонные, весна-осень, на мальчиков и на девочек. В данный момент в парке. Потом поступает это все обратно в Екатеринбург, а там уже по стране. У нас качество очень четко проверяется. Контролер есть. Упаковщик также проверяет качество. Хоть работы проверяем качество. Все у нас швеи добросовестные. Порядка 60 человек работает в данной организации у нас здесь. Еще и в Порецком есть у нас филиал. У нас она кредитуется с 2014 года. Займы полностью только на развитии производства. Можно даже сказать, что одна из первых наших заемщиц, которая нам поверила, пришла, получила. И она планирует и в дальнейшем также на развитии, приобретение оборудования именно для швейного цеха, брать наши микрозаймы. Швейная фабрика уже загружена заказами на три года вперед. География поставок одежды – вся страна. Руководитель Минека отмечает, что ключевая задача агентства поддержки малого бизнеса стимулировать деловую активность в муниципалитетах. Не всегда компании планируют отвлечение своих средств для того, чтобы расширить номенклатуру, заменить оборудование, пристроить к себе, ввести новые площади. А обращаются в кредитные учреждения. Удобство – мы здесь расположили в городе Шумерле филиал агентства поддержки малого бизнеса, который кредитует. И преимущество филиала по сравнению с традиционными кремническими банками – это скорость предоставления услуги, это низкие проценты. Ну и, безусловно, мы очень быстро реагируем на потребность именно малого бизнеса в небольших средствах. Сегодня убедились в том, что малый бизнес, именно производственный малый бизнес, он развивается и в малых городах нашей республики. За кредитами от правительства обращаются и строители. Чтобы возвести эти жилые дома в поселке Кабаново, подрядчики использовали собственные средства и микрозаймы. Их предоставили в районном филиале АПМБ. Агентство пошло навстречу. Мы оформили два кредита у них, как бы благополучно получили и использовали эти деньги для строительства. Государство, согласно контракту, был объявлен аукцион на покупку этих квартир. То есть аукцион состоялся, мы этот аукцион выиграли. Квартиры продали администрации Шумерлинского района. Мы занимаемся полностью строительством, капремонтом. Начиная строительство, то есть со строительной площадки и как бы до полного цикла под ключ. То есть монтаж газопроводов, также монтаж канализации наружной, водопроводов. Ну, в основном все виды строительных монтажных работ. Мы беремся как бы за любую работу. И социальные объекты, и капитальный ремонт. Участвуем в аукционах буквально на все виды работ. То есть, ну, в социальной сфере мы тоже захватываем. И школы, детские сады, то есть кровля, капремонт. Все дома в поселке возведены в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Сдать объекты было необходимо в рекордные сроки. С поставленной задачей подрядчики справились. Заветные ключи новоселы получили уже летом. Из бараков они переехали в комфортные дома. Насчет жилья даже никаких проблем нет. Очень удобно сделано. Очень удобно. Потому что даже вот эти нужды, которые все перенесли с улицы, все здесь находится в квартире. Тем более мы пожилые люди. Это очень удобство основное, большое. И тем более в новое. Все, что в новое. Раньше, как мы жили в этих бараках, очень тяжело было. Каждый год ремонт, ремонт, ремонт. Строители отмечают, что без кредитов от правительства реализовать проект такого масштаба было бы трудно. Банковские займы для подрядчиков были невыгодны из-за больших ставок. В АПМБ предпринимателям идут навстречу. Каждую заявку аналитики агентства рассматривают индивидуально. Преимущество филиала по сравнению с традиционными кременческими банками это скорость предоставления услуги, это низкие проценты. Ну и, безусловно, мы очень быстро реагируем на потребность именно малого бизнеса в небольших средствах. Ну, министерство ориентирует агентство, все-таки больше поддерживает именно производственников. Мы одинаково относимся и к торговле, и в сфере услуг, и производства. Но все-таки добавленная стоимость и трудоемкость именно в производственном процессе. Принимаются решения, вот вы сегодня задать заявку подали, а через две недели получили уже денежные средства. Это очень важно, потому что мы иногда упускаем времени, когда рынок сегодня сформировался, сегодня он требует продукцию. В момент получения средств и запуска производства уходит очень много времени. А здесь как раз роль агентства поддержки малый бизнес, что очень быстро все эти процедуры происходят. Это была программа «Экономика в деталях». Мы продолжим следить за актуальными новостями о отрасли. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова